Приветствую вас, дорогие братья и сёстры, друзья! Друзья, вновь тема нашей сегодняшней встречи связана с вопросом, откуда и почему столько зла в мире. Христос учил учеников Своих, что Ему подобает быть преданным и пострадать и умереть. Вот лейтмотив Евангелия. И христианство часто определяют как религию креста и страдания. И даже ставят христианству это в упрек. Все обвинительные акты против христианства говорят о его призыве к пассивности, о его добровольном подчинении злу, о его надежде лишь на загробное торжество. Но христиане неизменно утверждают. Обвинители христианства всегда терпели зло, несправедливость, несовершенство, всегда возражали против всех попыток улучшения этого мира. Но так ли это? Действительно, почему эта никогда не умирающая память о кресте и распятом на нем составляет самую сердцевину христианской веры? Что совершилось? Что произошло тогда, что было здесь единственным и неповторимым? Ведь страдания и мучения испытывали всегда и всюду миллионы людей. Да и продолжают испытывать. Ведь не для того же крест стал нашим символом и нашей верой, чтобы мы сказали людям, братья и сестры, это было и так будет всегда. Терпите, берите пример с Христа и помните, что Он сам сказал, «В мире будете иметь скорбь». А ведь именно такое истолкование креста Христова зачастую даем мы сами, христиане. И вот это-то истолкование и позволяет недругам христианства утверждать, будто христианство есть религия примирения со злом, и потому человеку в этом мире помочь не может ничем. Но почему же тогда крест всегда был и остается источником силы и радости, источником мужества для всех христиан? Почему, помнят они, не только начальные слова Христа, «В мире будете иметь скорбь», но и продолжение их? «Но мужайтесь, я победил мир». Это Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Почему каждую неделю вечером под воскресенье звучат во всех наших храмах все те же ликующие слова? «Себо придя крестом радость всему миру»? Мне думается, что понять все это можно, лишь поглубже вдумавшись в связь креста, распятие, страдание, в эту всю связь со злом. На первый взгляд, последние главы Евангелия звучат, как трагическое утверждение всесилия зла. Вот предает учителя, ближайший ученик. Кому же верить тогда и на что надеяться? Вот тысячи людей, которым Христос только помогал, которых только утешал, на которых была направлена вся его любовь, эти люди кричат «Распни, распни его!» Но что же тогда человек, если не стадное существо, которое можно во мгновение превратить в послушную толпу, выкрыкивающую все, что прикажут? Вот Пилат говорит, «Я не нахожу в человеке этом никакой вины». И, сказав это, умывает руки и придает его наглумление и мучительную, позорную смерть. Вот разбегаются в страхе ученики, вот учителю их, умирающему в страшных страданиях, от жажды дают пить уксус, вот издеваются над Ним, изнемогающим. Ученые, образованные люди, говоря, «Других спасал, спаси себя!» Говорил, что ты Сын Божий, сойди с креста, и мы поверим в тебя! Это Евангелие от Матфея, 27 глава, 42 стих. И вот вспоминаешь все это, в который раз и думаешь, да, это торжество зла в чистом виде. Здесь разбиты навсегда, вроде бы навсегда, все иллюзии о человечестве. Тут не остается ничего, кроме страшного предсмертного вопля. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Но вот, думая и размышляя об этом, начинаешь вдруг понимать другое, глубочайший смысл этого страдания, этого вопля, этой смерти. Ведь в том-то, быть может, и открывается главная сила креста, что он являет зло в чистом виде, показывает его именно как зло. Ибо зло всегда прячется за громкие и красивые слова. пряталось оно и тогда. Важно, восседал на седалище Пилат, на своем седалище, и думал, что творит суд. Но мы теперь навеки знаем, что он сдался страху, что суд его – зло. Послушались начальства римские солдаты, которым было приказано распять Иисуса. И это послушание их раскрывается перед нами как зло. И вот так, час за часом, не остается ничего от человеческих оправданий или, как говорим мы сегодня, смягчающих обстоятельств. Все подчинились злу. Все приняли его. Но узнать зло как зло, сорвать с него маску добра, обнажить в чистом виде – это ведь и значит обличить зло. И тогда всякого предателя мы называем Иудой, всякого неправедного судью – Пилатом. Час за часом в молчании, кровавых мучениях и одиночестве торжествует Христос, а не эти жалкие слуги зла. Иуда, Иой и воины, Пилат и Тарпал, рабов, кричащих распни, над всеми и над всем возвышается он. Внешне победили они. Но что же это за победа? Затравить, убить, навсегда сделать затравленного и убитого учителя вождем и Господом. Тогда был осужден он, но осужденными навеки оказались они. Тогда умер он на кресте, но эта смерть стала началом новой веры, новой любви, новой надежды и новой жизни. Итак, крест. Крест Христов – это развенчание зла, первая и решающая победа над ним. Невинное страдание навсегда оказывается сильнее всех палачей мира. Молчание навсегда становится громче всех воплей, и главное, самое главное, любовь навсегда торжествует над ненавистью. И скажите, это ли не победа? Это ли не торжество? И смотрите, только умер Христос, только, казалось бы, восторжествовало зло, как из самой глубины этой страшной ночи выходит римский сотник, палач, распинатель, послушный раб зла и говорит, воистину он был Сын Божий. Евангелие от Матфея, 27 глава, 54 стих. И вот он уже свободен, начинается медлен рассвет, которого ничто уже не остановит. Себо прииде крестом радость всему миру. И здесь наш ответ обличительному и обвинительному акту против христианства. Не к терпению зла, не к примирению и компромиссу с ним призывает крест. Напротив, он-то и есть то начало обличения, одоления и разрушения зла, о котором говорит все Евангелие, все христианство. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok